Всем привет, с вами Evil, и сегодня у нас интересная тема, это аркадность и реализм в шутерах. Когда играешь в игры больше 20 лет и попробовал почти всё, что есть на рынке, то есть что рассказать. Я видел становление серии Counter-Strike, когда это был мод для первой халфы, Call of Duty, когда во второй части разработчики использовали скрипты с бесконечными врагами, пока не дойдёшь до определённой точки, и первые Battlefield'ы с их масштабами. Но со временем хочется чего-то, скажем так, более реалистичного. Так я начал играть в арму, принимал участие в Тушино и прочих армовских движухах. Параллельно с этим с друзьями фанился в Days, когда это был ещё мод для второй армы. Ну а потом пошло. Сква, Тарков и прочее. Теперь представьте самую реалистичную модель, которую можете, где вашему главному герою нужно есть работать, стирать одежду и проделать всё, что вы делаете в реальной жизни. Я думаю, что большинство скажет, что такая игра нахер никому не нужна, так как она ничем не отличается от обычной бытовухи. И я согласен. В этом случае к нам на помощь приходят игровые условности, которые помогают избавиться от всех этих моментов, которые сбавляют динамику или просто раздражают. Как пример можно привести чистка оружия. Кто в армии служил, знают, насколько это весёлое и увлекательное занятие, когда ты по 40 минут гоняешь салфеткой все детали калаша после каждых стрельб. Благо ещё у калаша не самая сложная конструкция. А теперь где из реалистичных игр вы этим занимаетесь после каждой сессии или матче? Нигде. Почему? Потому что это скучно. И вот мы приходим ко второму пункту. Это фан-фактор. То есть каким количеством игровых условностей должна обладать игра, чтобы игрок получал удовольствие от процесса. И стоит отметить, что этот порог у всех людей разный. Когда я играл в Дейс, мне было интересно ощущать страх, который был вызван тем, что я в открытом мире, вокруг меня враждебное окружение, что нет условных точек лута, как в Таркове. И враг может появиться откуда угодно. То, что я потратил час, чтобы найти годный лут, и то, что я могу потерять его в любой момент. После каждой перестрелки у меня дрожали и потери руки. Это были те новые эмоции, когда мы пробуем что-то новое. Я боялся смерти игрового персонажа, так как инвестировал в него свое время и мог потерять все. Но со временем все эти эмоции притупляются, и я понимал, что больше не получаю от этого удовольствия, и не могу тратить столько времени, поэтому вернулся в БФ и Кот. Но не буду играть в тот же Баттлфронт, так как мне не хватает там глубины и путей развития как игроку. В заключении хочу сказать, что полный реализм это скучное, ненужное говно, от которого мы бежим в компьютерные игры. А реалистичность или аркадность того или иного продукта диктует количество игровых условностей, которые он содержит. Но помните, что выбор во что играть всегда за вами. А на этом у меня все, с вами был Evil, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok